Модель образца 1935 года. Оригинальный, ни китайский, ни подделка. Этот шлем подняли из-под Сталинграда. Вот такие вещи иногда можно будет купить на аукционах. Хорошая двухкомнатная квартира в Чите стоит примерно столько же, сколько и коллекция исторического оружия и экипировки Александра Золотарёва. Он начал собирать её более 20 лет назад с пистолета системы «Наган» образца 1895 года. Не собирать просто не мог. Тяга к истории и оружию у Александра заложена на генном уровне. Его дед Пётр Петрович тоже оружейником участвовал в Корейской войне. Сегодня он поддерживает увлечение внука. Сейчас коллекция Александра насчитывает около 200 экспонатов. Одного самого дорогого сердцу нет, потому что у каждого предмета войны своя и в основном горькая история. Разыскивать оригинальные вещи сегодня помогает всемирная паутина, где и проводятся аукционы. Мы поставили мушечку, поставили планочку. До 30-го года стояла на ижевской винтовке. В 40-х годах, во время финской кампании, она попадает в плен к финам. И после этого, оказывается, уже у меня. Многих запчастей таких на винтовку, ещё на что-то у нас уже в России не идёшь. Планочку мы привезли, суверение. А вот японский штык «Арисака» образца 1890 года к винтовке Александр Золотарёв купил с рук в Александровозаводском районе. Штык 1903 года нашли ещё дальше, в тупике Тунгера-Алёкминского района. Вот я прицепляю сюда штык нож, образец 43-й год. А вот это уже образец 1903 года. В коллекции Александра вся линейка гранат. Одна из самых ценных граната Рудковского образца 1914 года. Есть и другие, более поздние образцы. Вот так взводится. Если надеть на неё рубашку, она получается оборонительная. Если так, то наступательная. То есть связали эти гранаты, 4-5 штуки под танк. Карабин Маузер К-98, пистолет-пулемёт Судаева из блокадного Ленинграда, ППШ, почти все образцы винтовки Мосина, малая сапёрная лопатка 1915 года, бляхи для армейского ремня Вермахта, универсальная кобура с историческим клеймом 43-го года. Этот список можно продолжать долго. Экспонаты его коллекции использовались в съёмках документального фильма «РТК «За Байкалье. Звёздочка» в Халбоне летом 2020 года. Один раз по телевидению, это молодёжь, как я понял, когда задавали вопросы о Великой Отечественной войне, они когда сказали, что мы помогли американцам освободить Европу, меня это изорвало изнутри. То есть они не знают этого ничего. Чтобы узнать, у нас сейчас история, как я знаю, Великой Отечественной войны, это то ли два, то ли четыре часа всего производится вообще. Война, в которой погибло более 40 миллионов человек. Память об этом надо держать и рассказывать. Чтобы не было новой войны, нужно не забывать старые. И он рассказывает и показывает. За год Александр Золотарёв проводит до 50 выставок для детей. Он ездит в школы, детские дома по всему краю. Всегда охотно делится с участниками клуба военно-исторической реконструкции. И это ещё не всё. Впереди много новых идей и планов. Я бы хотел, конечно, коллекцию американский ленд-лиз, то есть это Коль 911 Томпсон. Это пулемёт системы Максим, который стоит довольно-таки очень дорого. Цена доходит до полумиллиона рублей. Мы ищем, мы стараемся найти, но нет у нас такого спонсора, который бы мог подарить эту игрушку весом 63 килограмма. Говорить с детьми о прошлом, о войне – это Александр Золотарёв видит сейчас своей главной задачей. Он планирует создать военно-патриотическую организацию, чтобы иметь возможность привлекать к этой работе грантовые средства. А пока он готовится к очередной выставке, которая пройдёт в «Адара» 30 мая в 13 часов. Вера Садулина, Сергей Миртов, РТК «За Байкалье».